Ну что ж, друзья, третья карта у нас сейчас будет на экранах, решились наконец все проблемы достаточно быстро, там пожар был где-то в доме, в котором живет Артизия, я так понимаю, что все-таки он живет именно в квартирном доме, и пожар был не в его квартире конкретно, и там он, я так понимаю, потратил время на то, чтобы выяснить, насколько серьезно его конкретно касается чужой пожар, вроде как все выяснили, карта стартует сейчас без проблем, в полном составе, смогли собраться там все у нас парни из Evil Geniuses полностью, и все без проблем прошло, Слава тебе Господи, на самом деле не хватало еще проблем, ну и у нас остается последняя карта до выяснения того, кто будет против Клинти Крю катать финал Винеров, а кто отпустится в Узира и будет там уже катать против Тандеров, там всяких бизнесов, прочие вот эти вот там всякие штуки, в общем перспективы довольно долго для тех, кто у нас не пройдет в Винера дальше, и поэтому лучше, конечно, для любой из команд сейчас максимально запотеть, чтобы выдать все, что они могут, чтобы отдохнуть, Мут лишний денек, во-первых, а во-вторых, повысить свои шансы выйти в финал, ясное дело, то есть Evil Geniuses и Zoomer, мне кажется, сейчас максимальный перформанс покажут, вот Чен у нас появляется, Одни команды у нас любили Ченом Тройка катать, по-моему, бизнесы в основном это делали, бизнес Ассошиэйтс, но Evil Geniuses, посмотрим, что они на это ответят, на самом деле здесь пока у меня больше подозрений, что это Чен Четверка, Сами Evil Geniuses очень любят катать с Ченом, понятное дело, там Крит и Флай вместе разыгрывают с этим Ченом, очень хорошие вещи Пока у них пак и Фурион, и Фурион тоже еще не ясно, какой позиции, я надеюсь, что где-то троечка для Крита, вот, это будет хорошо тогда Ну и мы тогда будем сейчас потихонечку это все дело обсуждать, стартовать, ребят Да, ребят, то, что пики уже идут, это, конечно, классно, но задержка на трансляции 5 минут, поэтому пики появляются 5 минут на задержку, если что Ну и ждем сейчас третьего драфта от Evil Geniuses, узнаем, куда у нас пак отправится, куда Фурион На самом деле у всех этих персонажей можно пофликсить по линиям очень хорошо, так что, в принципе, уже не важно пока, что насчет того, что мы наблюдаем А сейчас по ролям Квапа, она в целом просто сама по себе хороша, то есть ее имеет смысл брать на первую стадию драфтов, потому что ее нечем особо крыть Она на миде, хорошая Квапа против всех хотя бы ровненько у нас стоит, но часто даже может линию загнобить Мало кто против нее прям так приятно постоит Тускар Ах, Тускар у нас для Китрака, он любит этого чела Ну, раньше бы, если бы, конечно, Рамзес был на месте, и был на месте там вот у нас Рамзес на своей тройке, то ясное дело бы сказала, что это открыто фирменный Тускар И каждый раз, когда я вижу Тускара, я молюсь на то, чтобы он взял себе Крит, но теперь у меня острое подозрение, что он снова на паке будет играть И у нас Бруда медовая получается, скорее всего, медовая Там даже если по ролям как-то вот заберет себе именно Сэммибой, Бруду, по-моему, он на ней катает, он все равно будет стоять мид То есть Квапа у нас на хардлейн пока что перемещается Бруда тоже хороша в целом в этом патче, я смотрю, у нее так плюс-минус нормально складывается игра Аганимчик ее по-прежнему взяли, то есть как к персонажу к ней я претензий не имею А сейчас, скорее всего, зависит что-нибудь БФ-образное, что будет Пауков ее бить Ну, с Пауков сейчас тоже, вот уже давно-давно вышел патч, который сделал Пауков достаточно дешевыми На них особо не наваришься Но это львиную долю возможностей по убийствам от Бруды вырезает Но все равно она ближе к Лейту становится мощной и без своих Паучков Она очень хорошо режет и с помощью своего ультимейта, и отжор вот этот все, и там миссы То есть все в совокупности дает хороший потенциал выживаемости для Бруды и много возможностей нанести дэмэдж Легенка Пока не ясно, к чему она здесь Не сказать, что тут прям какая-то необходимая что-то чистить есть из того, что можно чистить Ну, конечно, приятно там какой-нибудь дагерочек от клопы снять Но это скорее приятно, нежели чем необходимо Бруду ловить возможно, но Бруда иногда, иной раз, если неудачно поймаешь, она тебя и сожрет в этой дуэли Но это пока он пак и намит для меня перемещает в моих глазах Фурион по-прежнему может стать и кэри пятеркой В зависимости от... Ну, сейчас мы мнение зумеров на этот счет узнаем У них пока еще только драфты Учитывая ласт пик Могут тоже выстрелиться с учетом всех позиций Вилджиниус И зумеры подумают, чтобы такого убрать Вообще, на самом деле, вот легенка здесь такая будет, скорее всего, аурная Но ее реально некуда, кроме хардой ставить на мид Хотя нет, легенка мид хорошо смотрится Да-да-да-да, точно, точно, она же со стрелами там Бруду уничтожит Все как-то вот нецензурная какая-то лексика лезет, конечно, но в такие моменты трудно сказать То есть пак в харду, легенка на миде против Бруды постояет Ну или она в любом случае, то есть если Бруда уйдет у нас куда-то с мида Будет легенка искать линию именно с ней Это всегда тоже можно посвапать То есть и Фурион в случае чего мид может постоять и пак И ищут кэри себе Да, то есть Фурион здесь планируется куда-нибудь на сайт лейн И на пятерочку, скорее всего Это нормально, это нормально Легенка я что-то только сейчас оценила, да Просто я забыла уже об этом Как она рвет порой Бруду Но на линии против легенки трудно Это факт 5 секунд remaining Что люди не будут закидываться уже по каким-либо причинам Это не столь важно, как ты думаешь Ребята, тут для таких организаций, как Evil Genius'ы С копейки разыгрываются 50 тысяч долларов призовой фонд целиком этой лиги Ты там за победу зарабатываешь что-то в районе 20-ки, что ли Сейчас посмотрю точно 21 тысячу, да Ну то есть для команды, которая там рубит по полмиллиона С первого места на мажоре Для нее, понятное дело Ну, хотя Evil Genius'ы у нас, не помню, в этом году первого места занимали Я помню, что было точно одно второе Что, мол, там был побежден этот мем Вечного третьего места Но и за третьи места ты получаешь некислоток Темп Ларка Тоже хороша против Бруды С Сиблейдами там она много пауков порежет Хороша в фокусе этой Бруды Но контроля, конечно, здесь не сказать, что супермного Evil Genius'ы, то есть Квапу здесь фиксировать местами будет трудновато Когда у нас и Юльчик купит какой-нибудь минимальный, чтобы Сайленс от пака снимать То дальше уже будет проблема некоторая Но посмотрим сейчас, что с этой Квапой будет Зумером сейчас, скорее всего, еще плюс один фармилы пойдет И у них будет довольно жадный пик И у этой Квапы не сказать, что куча шмоток будет Потому что, ясное дело, приоритет будет отдаваться Бруде И вот первые позиции, которые здесь есть Урса был хорошим вариантом Он мог бы сожрать легионку и темпларку Надо теперь придумать что-то, наверное, с Радиком Чтобы темпларке жить мешать Ну и Фуриону там с его пеньками Хотя пеньки — это не такая прям сила, как паучки Бруды Или зоопарк там какого-нибудь Ликантропа Да, ребят, все играют в Артизе Всегда Ник уже, мне кажется, он год с этими иероглифами Я не знаю, что они значат на самом деле Но с этими иероглифами давно катают Деп, значит, намудрили Зумера, конечно Посмотрим, многое зависит от Бруды, как она пофармит И сейчас интересно, как по лайнапам расставится Сэммибой забирает себе квапу Гунар играет на ДП И Бруда у нас... Интересно, какую линию у нас стоять будет Такое ощущение, что она пытается задоджить всех Но либо легионка, либо темпларка ее точно найдут Ну, Манкис Форевер на нее будет садиться Я уже не знаю Манкис Форевер сам по себе далеко не всегда стабильный перформанс выдаёт Но мне интересна именно линия Так-то он на Харлыне катает у команды Но Гунар хорошо на ДП катается Сэммибой на Клопе, я не знаю Он как-то вроде ее не брал особо Кто такой Китрак и Роя? Это, ну, два просто парня таких Северной Америки Ничего у них особенного У них не сказать, что прям супер какой-то богатый бэкграунд Но известны в своих кругах Зумеры тоже, на самом деле, у них такой довольно сильный стак Помню, Гунар, Манкис Форевер и, по-моему, Хаски катали вместе с Энви Значит, Сэммибоя не помню По-моему, Сэммибоя тогда катал не на первой позиции, на какой-то другой Но он тоже с Энви был То есть они все там в каких-то стаках были Но сейчас они просто свой стак пятером собрали Продолжение следует... Не каждый достойен жизни Токсично, токсично Причем на английском что-то другое сказал, но я не расслышала, что конкретно Там что-то анворси Ну и посмотрим, во что это у нас вылится так-то сейчас Ситуация довольно интересная складывается Оли-моли! Так, кого они тут хотят? Бруда сайдлейн, судя по ее закупу ДП, мидлейн Сайдлейн, бруда, это уже нечастое явление в последнее время Хотя помню, лет эдак 6 назад она была образцовым хардовиком именно И была известна тем, что она могла минуте на 12 тебя без Т3 вышки оставить Чем-то такого плана Ну если игра, конечно, так пойдет То есть, ну у нее были тогда и пауки гораздо сильнее, там и то да сё И вышки были слабее Но факт есть факт Фурион тут на саппорт позицию закупился, ясное дело Ну и Флай будет на пятерке катать Ну что ж, посмотрим, насколько он Флай по шкале от 0 до 10 пупей будет на этом товарище Больше не припомню, кто в последнее время на нем так вот на пятерке катал Бруда Ну Роя нашел линию с брудой Хорошо Роя у нас будет именно на бруде катать Получается, Артизия в Тэмпларку себе взяла Интересно, кстати, Артизия в Тэмпларке я реально тысячу лет не видела Хотя он периодически на таких вот прям мидерах катал Но, по-моему, там было что-то типа кунки и так далее То есть, немного другие товарищи Но Тэмпларка, она довольно проста в исполнении Сборки у нее тоже особо незамысловатые В плане того, что там выбор начинается Тебя что собирать, по сути, шмотки с третьей То есть, гарантированно покупаешь даггер и дезолятор Уже там, как получится, как у последовательности Желательно дезолятор первым Потом БКБ здесь точно пригодится И только после этого у тебя уже начинается там выбор А что собирать там? А бабочку? Может, АМКБ, может быть? А может, еще что-нибудь? Так, Флай пока тут начинает хаски немного подгонять Хаски взял себе Холли Персоич, на первой, кстати, далеко не всегда берут Иногда Дивайн Фейвор предпочитает вместо этого взять Но, видимо, он себе микрокрипчика найдет на первой минуте Хотя тут, я смотрю, у споты хорошо блочит Флай То есть, да, он сам остался без отводов Но крипов найти он не даст Хаски ему придется уходить на свою тройку Чтобы искать себе слабенького крипчика Кентавр его наверняка не интересует Медведемон тоже фигня И причем он интересным курьером чекает Ой, как ему тут не повезло, а? Придется какому-нибудь, по-моему, медведемона брать Микро-медведемона Печально, конечно Это сопротивление магии сейчас вообще не к месту И он пошел дальше искать Он Бруду в соло оставил И надо ему найти что-то посильнее Троль-микро тоже фигня У него вообще способностей нету Здесь Агры Ну, вот Агр сойдет, да Хотя Байс Армор Хотя, на самом деле, на линии тоже сейчас это не так рейтится Но против Флая, может быть, Манкис Форевер Хоть что-то даст это Но пока у Бруды жизнь тяжка, конечно Ничего не скажешь С паучком одним бегать несчастным Крипов пока особо не нюхает Крейзи будет почти сразу после этой карты Или через три часа железно Ребят, тут расписание по следующим сериям Зависит от того, кто выиграет в этой серии Потому что там европейцы машнят, по-моему, из Крейзи Из Evil Genius Потому что они не хотят играть в 4 утра И смотрите, какой расклад организаторов Я сейчас цитирую организатора, который написал Чтобы избежать ситуации, в которой европейские игроки будут играть слишком поздно Остаток расписания будет зависеть от того, как выйдет первая серия Если выигрывают зумеры То следующая серия будет Evil Geniuses против Thunder Predator Ну, то есть в лузерах И после этого Крейзи и Бесткост будут принесены на следующий день То есть сегодня вообще не будут играть Крейзи и Бесткост, если такое случится А если выигрывают все-таки Evil Geniuses, тогда у нас сначала сыграются Бизнес против Крейзи А потом зумеры и Тандеры Потому что там, в принципе, все американцы, им вообще плевать И они скатают сегодня То есть в случае победы зумеров у нас будет вообще 2 серии И третья не будет сегодня, она будет перенесена на завтра Хотя я не знаю, на самом деле, как они там растают Потому что придется кому-то 2 квадрата серии катать Хотя и сегодня кому-то придется 2 квадрата серии Вот тому, кто здесь лузнет играть Не очень приятно, но что поделать Вот, у нас первая кровь была сделана Крита забрал Оушена, но там так В принципе, Крит в этот раз явно успешнее на линии стартанул Хотя, казалось бы, линия у нее не очень приятная Но против Куапы Пак всегда был хорош тем, что даггеры доджат Ох, и как же больно сейчас Оушену Тэк Тим прям хорошо прописал по дэмэджу И Китрик хоть и сам потерялся, но у него есть фласочка Поэтому отопьется и дальше после этого снова пойдет в бой В смертный бой Крит Темпларка пока у нее тут своя атмосфера На миде фармит Ну, темпларка в целом все ровненько Относительно Гунара пока что ничего такого особенного нет Гунару тут удается дэмэдж, а Критату все-таки забрали Смотрите-ка И Флай отгоняет от Рунки кого-то Но Рунка все равно Гунару досталась Потому что она внизу заспавнилась А внизу никто не контролил из-за силы тьмы Манки с Форевер пошел лес фармить Хотя на самом деле вот этих падших душ хотел бы и набрать себе Чен Да, у него до сих пор первый Холли Персуэйшн Поэтому он только слабеньких крипов может себе забирать Роя фармит вообще вот не дует У него все идеально складывается Вот тут еще тоже были полезные крипы Также для Чена Там сатиры какие-нибудь с молниями и прочее Это было бы очень круто И внизу у нас опять драка намечается Флай прилетает Оушена хотят задушить Оушен пока что отходит Вынужден очень много ресурсов на хил тратить Но Китрака подбили сильно И сейчас если Сэмми Бой на него покричит Будет неприятно максимально Но там и так Китускару надо отходить Пока он не получил лишнего Сэмми Бой Приседает по ХП Флай гоняет Очень много урона по всем Приту надо бы уже запускать свою арбу Он очень сильно и жалеет Сэмми Бой Да, и все-таки Сэмми Бой забирается здесь Но размен на двух саппортов произошел Так что еще сомнительно, что лучше Но зато тут много Баунтосов забирают С силой тьмы И здесь тоже у нас все Баунтосов пока еще лежат Никто не контролит их Рано или поздно, я думаю, какой-нибудь Чен туда добежит Но скорее поздно, возможно, чем рано Так, Набларк пока фармит Смотрим, что у нас по общей ценности Ну и видим, конечно же, что впереди оказывается легионка Очень-очень быстрая легионка С очень быстрым блудмейлом Она миллиард дэмоджа будет наносить О, Роя третью руку подобрала Может и четвертую заберет Но скорее всего, она там будет до скончания веков лежать Хотя бывали ситуации, когда просто забывали эту руну Вот так она там и пропадала На десятый, считай Вообще не помню артизи на Топларке Я тоже, я тоже То есть он стал чаще покатывать на миде Вот с тех пор, как пандемия началась С тех пор, как он в этой лиге катает и прочее Но конкретно Топларке от него я не помню Но это, опять же, не отменяет, в принципе, факта того Что он на ней может хорошо отыграть Герой несложный Тем более, что папочке, я думаю, приходилось катать явно Ну, учитывая то, сколько лет эти все люди в доту играют У них на всех героях там плюс-минус есть представление, как играть Хотя лично для меня, например, если я годик на каком-то персонаже не поиграю Мне уже не очень хочется его брать Потому что, ну, у меня такое ощущение, что я уже забыла, как на нем играть Но я и не профессионал Я в своей помоечке там так поигрываю По идее лего убивает себе крипов плюс паучок, плюс баф от этого получает Ланая паучков в одну тычку убивает потом Фура пушит ультой, пак тоже отпушит Ну да, на самом деле против пруды конкретно здесь много работы проделано И одна легионка на линии очень сильно душит Самое главное, чтобы потом Манкс Фаревер не пришел такой Просто здравствуй, просто как дела с шести шмотками пофармив Но пока перспектива этого, в принципе, далека довольно Но все равно видим то, что он относительно топово по Нетверсу держится Очень много потеряла у нас Темпларка Но я так смотрю по линии, она в основном лес фармила, а не крипов Ну, видимо, Гунар очень сильно мучился с Перецефоном Но Гунар реально хороший ДП Ну и для Темпларки всегда, в принципе, любая трудность на миде заканчивается тем, что она уходит в лес И это не так уж и страшно То есть неважно, в принципе, насколько плохо ты мид отстоял, ушел в лес, а пока фармит там Но здесь у них лес не свободен, видим, что Манкс Фаревер фармит, его надо повыгонять Пока у нас снова Семибой погибает У Крита некоторые проблемы с КПшкой есть Кидрак улетает на ТП, Крит просто уйдет тоже отсюда на телепорте И Гунар зря ТПшку потратил А это плюс возможность подышать немного для Темпларки Правда, она в этот момент хилится на базе, но тем не менее Надо ей сейчас как-то ускориться У нее линия из рукой плохо отстоялась Когда последний раз Артизия на твоей памяти в горы ходила Ой, блин, я вот помню, последний мем был Вот даже уже когда Лиги начались, еще раз этот мем был То есть когда-то тогда Но я не помню, чтобы там ЕГЭ что-то такое суперкрупное катали То есть они явно не могли катать ИСЛ-овские вот эти вот как бы Ну, заменители мейджора Там первая лига была Ой, как вкусно-то, а? Но я не помню где Но мне кажется, это было уже после того, как Ланы закончились А ЕГЭ после того, как Ланы закончились Ничего крупного не катали по понятным причинам Хотя, может, я ошибаюсь Они на том ИСЛ-чике, где вот у нас еще ВП победили Может, они там и катали Но я очень сильно в этом сомневаюсь Они там просто чисто из пинга Разве что только как-то благотворительно скатать могли Но в этом сезоне он не раз ходил В этом сезоне, наоборот, рассвет мемов был С его этими похождениями на Клиффе СФ инвойкер обычно брал мид Он, конечно же, Разора Ну, да, то есть таких героев плюс-минус тоже можно вспомнить Но Разор-то понятный Мы еще и на первой позиции катали Тогда Мета была То есть для него это вообще смежная, скажем так, специальность Что-то тут легенка хочет прям стрелы запустить Но Брутка бегает Ночной вижен еще не факт Что тут что-то видит нормально Опа, хорошо! Вкусно просто, прям душа радуется, смотрю на это Но Манкис Фаревер на самом деле не сильно обижен Да и Роя явно больше времени теряет, чем вот зарабатывает с этих паучков И надо бы Роя себя реализовывать Он пошел вниз У него тут уже Блэдмейл, я так понимаю, в пути Он что-то тут под стан встрял от Кентавра И чуть было не померто Ой-ой-ой, а как бы не помереть сейчас? Осторожно-осторожно Есть Дримкул по-троим Крит немного спас ситуацию Но Кентавр душит Добить его давайте Все, 54 Эх, когда там Доминатор будет и плюс 200 закрепится А скоро, кстати, он реально Доминатор собирает лоу Так, что там у Бруды? У нее уже Диффузак не летят, я так понимаю Диффузан, девятый Ну, учитывая то, что она их на голое тело собирает Там ни тапка, ничего Это понятно Но с паутинами могут возникнуть проблемы Ей нужно гонить следующим артефактом срочно Там нужно гораздо больше паутин Китрак Попытается, возможно, ценой своей жизни нова анпост отжать Не успеет уже Манкис Форевер Понимает, что он провафлил моменты на 55-й секунде Он уже не захватит И в этот раз, благодаря усилиям Китрак Возможно, даже ценой его жизни Экспа достанется Но Манкис Форевер опять тут оказался рядом с Роей Хочет, хочет Роя в кого-нибудь ультануть с бодмейлом Но надо уже поскорее себе цель найти Потому что такими темпами они вообще никого не заберут Разворачивайся, разворачивайся Ох, ну тут он увидел Гуннера Ну, может, правильно, что не развернулся на самом деле Потому что там это был риск Ооо, как хорошо Ушен ультанул на самом деле Но сейчас он умрет за это Акрито убить он не смог Потому что Маледикта не повесил А у него вообще был Маледикт? Нет, не было Маледикта Он же был потрачен И Самибой подцепили Отличная работа, открыта Слушай, он вообще все успевает Что же за мальчик-то хороший Играет сегодня у нас на кресте Так, и Самибой тычку заду отжил до сих пор Но, но, но Трапа Нет, там трапа незаряженная была Дэмэджи 0 вообще Но успел у нас влезет Самибой Еще привлекал кучу людей Нормально так, нормально А Манкс Форевер вообще продолжает В ус не дуть и продолжать фармить В авражеских лесах И он хорошо по фарму Место занимает, разница минимальная Относительно легионки Так, я опять не поставила заглушку, да? Да Так, ребят, вы ничего не видели Такс Артизия горит Не, он же не горит Нормально, там порешали Ребят, не лейте ни на кого Я не знаю, честно Серьезно Это вот Я вам от всей души говорю Лучше вы сдержитесь Я вообще не ясно, что происходит Но мне кажется, что бруда съест на самом деле Но Я надеюсь, что нет Потому что я хочу три серии сегодня Посмотрите, не две Я хочу зумеров с бизнесами увидеть А не, чтобы их на завтра отложили Завтра-то я уже на этой лиге работать не буду Я на Крессию буду На бизнесов напоследок На Энвито моего родного Кто, если не я, посмотрит Кто на них посмотрит? Такс Ну что Манкиз Форевер Пока у нас тут потихонечку Вагоничек выходит И он абсолютно прав Одобряю его выбор Молодчинка Но то, что легионка у нас Ультанула разочек Только со своим бодмейлом Который был суперранний тайминг Он до сих пор, в принципе, суперранний тайминг Но Печаль немного ситуация Надо чаще ультовать по КД просто Но сейчас у нас КД через 7 секунд Если получится внезапно напасть Без даггера, конечно, трудно К Манкиз Фореверу подобраться Ох Дальше ссок Сколько там у нее крипов? 207 Ну, ясное дело, что цифра паучками набита И есть, есть же ульта Надо подбираться со спинки Давай, давай, давай От души Ооо, ульту прожимает Испугалась Бежит, бежит, бежит Нужно переждать ульту Долго и довольна На развороте Вжух И пошло дело Вот Аджор на самом деле Реально решает Манкиз Форевер Но прилетает команда Помогут Если не дуэльку забрать То хотя бы просто персонажа Но дуэльку жалко, конечно, что не разработали Здесь на самом деле такая легионка Должна выходить в именно ДПС Раффул И в части за счет своих ультимативных способностей Но сейчас у нее блинк будет И с блинком будет полегче А не то так Манкиз Форевер, конечно, тысячу раз Сырку прожмет, прежде чем она придет Ну и мы видим, что Аджор слишком сильно мешает забирать Так, Артизи купил первым блинк Ну, это, в принципе, типикал ситуейшн Когда у тебя фарм не настолько быстро идет, как хотелось бы Ну и видим, что с колен Артур тоже поднялся у нас, Бабаев И стоит уже на третьем месте Даже на втором по фарму Ну, это смерть немного охладила здесь Манкиз Форевер И темп фарма Фарма, да, остановился Сори Подумал, что оговорилась Но в итоге не оговорилась И в итоге все равно поступило нехорошо Типикал ми Манкиз Форевер на стримах часто играет на бруде ФП, как всегда, копается вниз у врага И задолбается выкурить оттуда Ну, знаешь, я вообще в ноль сомнений у меня в этом Учитывая то, что у него 25-й левел Дота Плюса Что он постоянно на бруде катает Это, в принципе, очевидный факт Иначе ты не особо-то набиваешь такие 25-ые левела До сих пор это редкость на самом деле Так, у нас тут хорошо разобрали Пока что через дуэльку одного Китрик погибает Нужно уходить подальше Из-под Дезварда Но Флай пытается набивать И Артизия приходит и приговаривает нормально Так, и Самибэ тоже еле живой ушел отсюда Но живой, спасибо, что живой Но, тем не менее, коры забрали И Манкиз Форевер приходит уже доедать что-то здесь Догнали Самибэ! Артур! Артур-душитель просто Здесь вместе с Критом оказывается Ох, ну пак Тут на самом деле реально Крит Он что-то собрался с мыслями, видимо Помните, первую его игру на паке Сейчас игру на паке Ну просто вот вырос, возмужал Уже не мальчик, но муж играет у нас на этом паке Я забыла, как там его зовут Андрес Нильсен, что ли, какой-то? Что-то какая-то у него дефолтная фамилия была Сейчас посмотрю Да, Андрес Франк Нильсен Андрес, что ты делаешь? Так, ну что? Пак у нас тоже будет делать агоним Но тут действительно очень многое зависит именно от его ультимейта И нужно его улучшать всеми возможными способами Ну и бунтосики у нас тут пока собираются А Артурка додушивает уже историю с Дезолятором Дезолятор появится И, в принципе, там можно будет активнее уже ему подключаться к дракам Легионка, ну ёмное Ну, две дуэльки только Ну, 15 минут Так хорошо стартанул Так сейчас заступорился Ну, у него сейчас блиндагера Я думаю, что можно еще плюс нападение вот на вот эту малышку сделать Самибой что-то знает об этой жизни Сейчас, может, на крипов уманит А не знаю, что здесь что-то есть Клопа тоже явно что-то подозревает Суть по тому, как она прячется И пингуют на Самибой У нас своего героя Так, Артизи Вроде как байсит, а вроде не байсит Так, плюс ТП-шка Клопа показал из себя Кунар рядышком Показал из себя и Роя Ну, и Артизи, на самом деле, мог бы вообще не стесняться бить Тавар Но он решил рефракшн не сбивать все таким образом Роя очень много времени на это потратил Так, Мангкс Форевер Нападение есть Как раз-таки с Блинка И не успел ничего скастовать Поэтому фрак получился достаточно быстрый, легкий И у Роя был уже второй левел ультимейта Поэтому он получил 18 дэмэджа вместо 10 Пошло, пошло дело Пошел кач Так, сейчас Оушена можно подловить Отлично вместе с Гуннером Получилось, есть, есть Еще и Оушен разорвал Дримкойл Очень много дэмэджа с этого получил И Гуннар будет следующий Пока он пытается отхилиться за счет 50 фонов Но надолго его не хватило Трипалкил открыто Слушайте, ну мой мальчик сегодня прям играет на паке Явно возмужал Так, ну что Тут на самом деле насчет Рошана я бы не была уверена Но с другой стороны Дезолятор там уже Тэмпларка себя точно привезла Поэтому бить надо Надо Мы и правда ничего не видели, что изменилось Ну и правильно, что не замечали Худ появился просто внизу Ну между там вот этой иконкой Которой персонажи показывают И его статистику Все И по бокам от нее К сожалению По ночам что-то забывается иногда Так, ну что ж Бруда у нас Пойнт бустер Еще остался Ей буквально тысячонка до него И можно будет уже подраться Нормально Китрак Подцепили Но его здесь легче продать Конечно Слишком много всего в него тут вложено Клая тут сбить нечем Телепорт Поэтому он улетит И Роя тоже убежит отсюда На крыльях ночи Так, надо бы там Артурке БКБшку себе машнить У него есть Айегис, конечно Но БКБшка нужна Здесь его много Убивает Если БКБ нет Замедление от бруды Сайленс Вот это вот все Касочки А БКБ позволит гарантированно Под рефракшном Блинкаут сделать местами Энви на десерт Ну Вот опять же Зависит от того Как эта серия закончится Только если ЕГЭ победят Мы будем смотреть сегодня Три бест оф три Так, дожирает у нас Т2 Тавр Флай почти, кстати, Тавр доел Сейчас еще Крит Клупает его немного Пока бы в дроне включился И Флай с Критами доест Сейчас сами бой как-то крикнет У него, кстати, через секунду Да Соник вейв нормально А Крит-то еще живет Он еще и стики прожал Там еще и Меха залетела Вот это Пок Чамп Сейчас был вообще Сами бой, господи Вот я, причем, забайтилась бы Точно так же, как сами бой Вот точно так же Я поступила бы один в один Я была бы уверена Что мой Соник Вейв добьет А у него что, нет второго Соник Вейва А, у него первый Соник Вейв У него первый Соник Вейв Вот в чем дело Ну На тоненькую прям было Знаешь, даже после такой смерти Я бы, наверное, подумала Задело, задело Это было задело Так, ну и Эвил Джинниус и Самия Егис Хотят еще попушить немного хайграунд Тут, на самом деле, все живые Они будут в размин с сторонами Идти явно неудачно для себя Поэтому лучше одного Артурку бросить Здесь бить КГ Ну, хотя Китрик здесь рядом Что-то решил, видимо, помочь В случае, если перетяжка будет Но перетяжки нет Нужно помощи больше Роя Явно дуэль не заберет Хотя пошло, пошло По дэмэджу Но тут очень много Оушен саживает И Роя погибает Надо байбекаться ему И Китрик тоже погибнет И ему тоже надо байбекаться Месила он Это в тревышках, ребят На 19-й минуте Камон Когда мы такое В этом патче Еще увидим Ну и все отходят Что там Артурка? Чего он достиг? Треть тавер разгрыз Ну, чуть больше Здесь все меньше сгрызли Но байбек был потрачен на Роя Это немного толкнуло Вот БКБшки Перевес большой 8К Ой, ребята Эти 8К так легко отыгрываются Поверьте мне Сейчас он уже 5К Вот эти 5К Это одна драка Чисто на Рошане А Рошан у нас не скоро будет Плюс еще Айгис Там у Артизи имеется В запасах Гуннар Хотят его подбить Только через секунду Ждут Саленс очень долгий Они хотели Вот видно было Что Рой заступорился Думал, дождется Саленс Не дождется, когда закончится Но не дождался Поэтому БКБ надо Было БКБ с золькими забрал Так, Артур Бабаев У нас тоже Потихоньку БКБ собирает Ну, у него, в принципе Уже большая часть есть Осталось по деньгам Вынести себе Но Гракс Даже меньше его части Ну, а Монки из Форевер Продолжает напрягать хайграунд В целом, это типикал Ситуация для Бруды Ну, и тут как бы Паучков не напрягал А Флай все равно Они по парочке укусов Успеют сделать А заработать Флай с них не очень много Но все равно У нас с Пауками не фидят Макс Форевер на суицид Их не отправляет В качестве Камикадзе Поэтому он продолжает фармить У него Аганим есть Ему тоже БКБ нужно На самом деле Но самая большая проблема Для него это то Что вот этот паренечек У нас через БКБ ультой бьет Вот этот паренечек Через БКБ ультой бьет И вот этот паренечек Через БКБ ультой бьет То есть, на самом деле Здесь много трудностей Еще нужно подумать Может, статы будет выгоднее собрать Но сами бои душат По карте просто максимально Видимо, то, что даже Флай Флай на пятерке Очень богат оказывается Но здесь фактически Флай на четверке считает Что играет Учитывая в Networks То есть, видимо Все обязанности По покупке с N3 и прочего Ложатся только на Тускара И Флай поэтому богат Ну ладно Саппорт богаче Ну, будем считать Что третьей позиции Конечно Я думаю, что Monkeys Forever Здесь только номинально На харде стоял И, ну, хардовиком Команда является Но, тем не менее Здесь ему были отданы Полномочия Именно о мейнкере команда Потому что Тут понятное дело Что Если у тебя есть Топовый исполнитель на Бруде То ты Бруду Именно ему отдашь А не своей номинальной Первой позиции Так Ну и Тамбларочка у нас Уже с БКБ Легионки еще много Она байбэкалась С тех пор Что-то денег У нее не особо прибавилось У нее там был Сатен и Огракс С тех пор Как она байбэкнулась И видим То, что ничего Не изменилось Особо Лейт потенциаловала За кем Как ты считаешь Мне кажется Что Бруда их всех В лейте сожрет Но это будет Очень сильно зависеть От того Сколько дуэли Регионка выиграет Потому что ДПС здесь Ну, тембларка Она всегда, конечно Хороша в лейте То есть Один из Таких вот Плюсов Основных Роя вообще плевать Потому что там Что-то нажали Разворачивается Ну и тут Вся команда стянулась Ну, ясное дело То, что Макс Форевер Сейчас на байт Повелся Причем очень жирный байт Но не рассчитывал Что вся команда Прилетит Но команда Довольно мобильная Опять же Тут у нас двое На блиндагерах Помимо вот Самой регионки И Фурион с телепортом Так что Они очень быстро Перемещаются Вот И Бруда Она хорошо Выйти всех ест Но Вот Видим то, что В принципе Легионки дают качаться Дают выигрывать дуэли И Если у нее будет там Пару сотен дэмэджа С дуэлей Минутик С роковой То понятное дело Что она просто Будет Переласхичивать Всех Ну Гунар против нее Удар держать не будет Самибой тоже Самибой Орчат появляется Только сейчас Очень запоздала Очень запоздала Уже БКБшки появились У нее только Орчат Уже Нулифар почти В этом фарке А у нее только Орчат Ну не почти Тут Треть только Сакрады Есть пока что Но тем не менее Уже Намечен вопрос Но ясное дело Что это Нулифар Не против Самибоя Это против Именно Бруды Против нее Это обязательно артефакт В принципе Один из таких Самых зарыченных Мне кажется Против нее в игре Так что Это понятное решение Ну и плюс еще Дуэль здесь для Рои была Оформлена почти сотка Дэмэджи у него Уже с дуэлей есть Наконец-то Получается С командой Примещаться Ловить какие-то Изичные фраги И дальше у нас Вопрос по поводу Как легионка Дофармит Свою БКБ Потому что пока Видим то Что все-таки Больше тысячи Ей надо вынести Как-то попытаться Ну и зажат Уже Мангис Форевер Уже так не быкует Во вражеском лесу Фармить Надо ему быть Аккуратнее Кто первонапал Всех кто-то выигрывает Но с точки зрения Нападения Сила ЕГЭ в том Что во-первых У них хорошие инициаторы То есть зацепить Вот прям так Хорошо зацепить Некому Вот вы видели То что Бруда Ворвалась в легионку С диффузами И легионка Это худшая цель С точки зрения диффузов Потому что Ну она успела Откинуть стрелы И она просто бежит На скорости передвижения И дичайшая Ей уже плевать На заводение диффузов Артурка сейчас Может перебаковал Так надо быть Ему аккуратнее Ну нормально получилось Скитрека сейчас Возможно съедят Но в итоге Погнали за двумя И никого не съели Рошан сейчас Будет дополнительный Таймер определяться Мне надо будет Проследить за этим моментом Так вот Ты цепляешь пак Он уходит с шифта И успеет Возможно Блинкануться оттуда Если тембларка Немного завтыкать Она уйдет в мэлт И оттуда тоже Побежит на блинкауте Так там опять Врыв через ульту Роя Стоит АПК Под касочками В дуэли Он по-моему Вообще ни одного удара Не нанес Вот этот провал Кстати был Вот Ну винкондишн Скорее здесь ошибки ЕГЭ Я думаю Нежели чем И Рошан Рошан очень многое Завестит от Рошана Рошан очень быстро Заберут и зумеры И evil genius И самое главное Выиграть драку Перед Рошаном Рошан у нас Через минуту Как раз вот Ровно в этот момент Появится у нас Лебенка Так что По шмоткам У Гунара У Гунара Интересный билд Конечно какой-то Не знаю Почему все резко Стали так Внурить на нее Аганим Вроде как Не сказать что Хуже шмотка стала И Бруда У нас пока Будет БКБ Да фармливать Все таки БКБ Так что Китрик с Артизией Кажется с ними Боя похоронят Хотя Мясонова Тышка Пак ничего не сделал Что? Пак ничего не сделал? Серьезно? Пак свою линию Просто в салат выиграл Вот что-что А к Паку Ноль претензий А вот Артизия Да У него линия Очень плохо вышла Он там где-то Тысячу минут На пятый Проигрывал уже Так что он Реально плохо сыграл Ну ладно Типа Для Томпларка Как раз таки Это один из тех персонажей Таких несколько мизеров Томпларка СФ Шторм Спирит Например Которые Они всегда хорошо В лесу пофармят То есть они Если понимают Что проигрывать Начинают сильно мид Они идут Фармят ближайшие Споты в лесу Ждут когда Крипы подойдут К ним под тавр Под тавром Безопасно их зафармливают Потом уходят в лес И так далее Для них дорога чиста Ясно и понятна И то что их там На миде Кто-то что-то Немного прищемил Это не сильно решает Так ну что Рошан появился И Роя появился Ну сейчас будет Комната ожидания Эпик файта Ну а вижу то что Там Томпларка Активно фармит Туражские леса Но она себе Нулифайр купила И без байбека И ей самое главное Не умереть Тогда она будет Очень сильна Вот и мы часто видели Как вот эти вот Надежды на безбайбечное Будущее Светлое и ясное Часто губят команды Так тут у нас Роя надо бэкстрелы кинуть Срочно 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 Тут кентабров просто Вообще смотрите Набрали Полный подъезд кентабров Так Рид врывается Посмотрел Оценил ситуацию Подбил паучков Но там минус половина Рошана уже Даже больше Очень быстро Рошан разваливается Неужели они продадут Неужели не продадут Они продают В обмен на сторону Ооо И украдет Аегис возможно Здесь у нас Украдет ли? Крадет Роя Крадет Аегис Силы света Забирает только Рошана Китрак погибает Это минус Аегис Но они выиграли Миллиард времени Для того чтобы Сторону снести И вся сторона Упала Ну тычку дайте пожалуйста Ради Христа Дайте тычку Нормально Сами боя еще Убить По фонтану Успел прыгнуть Нормально Но Гунар Убил у нас Легионку Но хорошо Хорошо А сырочка Там у кого? Сейчас правда Вот Артурку Придадут Артурка Еще сопротивляется Ой Под нулифером Вообще Ничего не делает Гунар Он умирает Просто И надо байбэк Цима Наверное Хотя что он Сделать у него Уплей нету Мангс форевер Так Блинкаут Просто на базу И надо Что-то делать Потому что Нету здесь У него ВТП Да все Только у него Манна ВТП Накапала Очень поздно К сожалению Поэтому он умер Но он очень много Времени выигрывал Легионка почти Реснулась У кого сыр? У броды Все нормально Хотя бы сыр Но без Аегиса Жизнь не та Конечно Почему Артур? Судя по нику Он далеко не Артур Знаешь Это как Я когда Впервые Про доту Начала смотреть На третьем Инте Все время Вилат называл Дэнди Дэндимоном И я была Искренне убеждена Что его зовут Дэнди Ну именно Дима Димон Я очень сильно Удивилась Когда узнала Что он Данил И очень сильно Расстроился Подумал Блин Такой хороший Никтейм Прям реально Хороший Так Крит Тут у нас Паучков Уводит Крит Не прав Но успел Сделать блинкаут На тоненькую Я не знаю Как у него так получилось Но это было Очень Очень рискованно Прям Самые быстрые пальцы На Диком Западе Явно Роя Не знал Пожадничать Ему взять Или не взять В итоге Чуть-чуть Завтыкал И как бы Этому жизни Опять не стоило БКБ прожимает Тепаут Нажимает Никаких Башеров Нет И он уйдет Вроде как Хотя тут Очень много урона Да Очень много урона Смолизик Накапал Так Ну Флай Тут вообще У нас На полноценного Короча Врывается У него Уже Тут Баф Перебаф На команду И что он Дальше Сделает Хекс Сегодня У кого-то Будет Хекс У кого-то У кого-то Тамбларка Может еще Соберет Нет Тамбларке Надо что-то На жир Убрать 1800 КП Это уже Несерьезно Не знаю Может бабочку Даже Так Сэммибой Сэммибой Я не знаю Самый пропащий Мальчик В этой семье Пока В этой карте Жалко За него На клапе Можно было Гораздо Больше Вынести Артизия Нормально Рефракшн Не сбили Так И заходит Гунар С ультой Хотят Разменяться Сторонами Пока есть Сыр Кроме сыра У них нет Ничего Кроме Собственной Чести И достоинства Надо ставить Дримхойл По-троим Но уже Манкис Форевер Оторвался Манкис Форевер Можно его Закрывать Пытаться Сайленс Есть И есть Дримхойл Хорошо Роя врывается Попытается избить Манкис Форевер И Манкис Форевер Пока что живет Но недолго Он погибает И Байбека У него нету На размен Минус 2 Опять Роя Умер Но он сделал Праведный суицид И дальше У нас будет Гунар Следующим Погибать Что-то Прямо интересно Так подбивает Но довольно больно Оказывается Всем вокруг него Но госцептер Ему надолго Не поможет Это минус А сами будет Из Байбека Сюда прибежал Что-то интересно Найс ворвался Хаски Он успел улететь Хаски Прям чудом каким-то Но в итоге Требушку потеряли Хотя разобрались С брудой Да Вот Кираски Реально не хватает На команду Реально не хватает Ну тампарки Тоже нужно что-то делать Но что-то я смотрю Вот Куэкбай Вообще ничего нет Мысли возможно Тоже никаких нет На этот счет И сами Бой Вот как раз таки Показывается Против Флая Но Где-то я слышала Там это Гритингс Но сам Грит Обмачиваю далеко Можно не карабкать Нам надо ЕГВИН Ну тут всем что-то надо Ребят Мне в принципе все равно Я за красивую дотку Мне вообще плевать Но ЕГВИН для меня Конечно приоритетнее Потому что Три серии посмотреть Хотя с другой Двести серии Тоже неплохо Отдохнуть Можно поспать Там Стримчики посмотреть Оушен Нормально Умирает Выкупается Бруда сейчас Рестницы Надо забирать Требушку И желательно валить Валите Валите Ребята По-быстрому Пока дают Бруда уже летит сюда Ну Китрик Продавайте Все Продано Так Самое главное Что все остальные ушли Ну и комната Ожидания Накстрошана Ой Тепларка у нас Вулын решила пойти Но Артизия решила Рисковать Я тоже люблю Рисковать Легионка Долго складывается Очень неприятно Байбека нет Деньг нет Вообще ничего нет Ну байбека нет По деньгам Именно надо копить Ой-ой-ой Как-то сейчас Удачно Блинкаут Получилось сделать Но Хаски Например Он прям булочкой Его нужно брать С дуэля Но Легионка Не из этих Судя по китайскому Нико Артур Далеко не Артур Артур с подвохом Да Но я не знаю Почему он такой Синий ник поставил Что он конкретно значит Если у нас есть Какие-то специалисты Китаисты То Вы пожалуйста Держите в курсе Потому что я даже Не интересовалась Как-то Конечно я знаю У вас существует Этих переводчиков Которых ты рисуешь Иероглифы Но у меня почему-то Когда я помню Пыталась зарегаться В шашках Китайские шашки Авточас В них Когда появился Ну интерфейс Как бы для компа Чтобы можно было С компа играть У них Меню стартовое Было исключительно На китайском Ни на какой другой язык Переставить нельзя было И я чтобы понять Что от меня там требуют В полях воды ввести Мне нужно было Привозить эти иероглифы И для меня это очень Болезненный экспириенс был Потому что То у меня иероглифы нужные Не искались В словаре То у меня Искались Но суммарно Приводился в какой-то Бред Вообще Несуразный Это все Поэтому даже Пытаться не буду Так Маскс Форевер На тоненького На тоненького Прям тут Мне кажется Это какой-то Персональный байт Урон пауков Наверное Здоровье пауков Качает на 25 Так Кираса есть У бруды Кираса должна Появиться У легионки Но легионка Стала очень медленно Фармить Я уже и Крит обогнал И Флай обогнал Флай тут вообще У нас превратился В мейнкерри Так понимаю Уже Не просто кора Уже мейнкерри Практически Но легионка Реально сильно сдала позицию Она прям перестала Фармить Ну высокая дамаж Это конечно неплохо Но Бладмейла уже маловато Мягко говоря Что делает Налифар с брудой Он развеивает Все что можно развеять Из хорошего Ну бруды на самом деле Так вот пассивочку Разве что Не знаю У него уже льда Не развеивается И предмет отличается Самое главное То есть бруда Которая не может Нажать БКБшку И прочее Она Никакая бруда Так Украсть Аегис 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 Конечно Может у него Будет там Шанс украсть Или сыр Или рефрешер Карт Что получится Схватить То есть хватит То есть хватит Чекает Чекает Артур Артур Че что так то А Уже Которую игру Без байбэк Умираешь Причем У легионки Байбэк Тоже нет Он не смог В этот раз Он не смог Вот видите Я же говорю Он преимущество Это пыль О Лизенескейп Кстати Очень крутой предмет Для Темпларки Я думаю Здесь Лучше уж Чем Майнбрейкер Сайленс Не особо сильно решает А вот Куча статов С Лизенескейпа Надо кому-то брать Плюс иллюзии Очень сильные Понятное дело Что-то никто не хочет Фликер взяла Ну ладно Вообще ничего не хочется На статы нормальные брать Так Внизу у нас тут Сборище Вот Это преимущество В 10 тысяч Оно перевернется За одну драку С байбэками Ребят Или удвоится За одну драку С байбэками Если они выиграют Даша У тебя нет будущего В этой сфере Если ты пристанешь Шарать как бишен Слушай Ты второй день приходишь И рассказываешь мне Про мои крики Серьезно Вот только ты Больше никто Мне кажется Просто интересное совпадение Жду какого тут вижу Но что-то здесь пока Очень вяло Собираются Зумеры Хотят они Кого-нибудь На смоке подловить Но у них есть шанс Артура подловить Он очень неаккуратно фармит И все на вардах Все на вардах Вот Скринси убьют его сейчас Чует мое материнское сердце Он умрет Нашли Ну можно Самое обидно Что это был мой парень К сожалению Я думаю Понимаете Чем дело Кончилось Так Сэммибой Ну хотя бы так Но сэммибой На самом деле Не сильно мешает Жизнедеятельности Команды Зумеры Так что Они могут И без него пойти Разве правильно Не райо я Не знаю Я так же Как мои коллеги Говорю Я Знаешь Как-то На большую традицию Что-то полагаюсь Мы это уже Как-то обсуждали В один из кастов Какой-то То что Есть некоторые Никнеймы Которые даже Англоязычные Которые даже Скорее всего Неправильно читаются Их читают все не так Тоже такая традиция Где Рамзес сейчас В отдыхе Он в России А катают Нас парни В США И все Кто есть в США В составе ГГ Они все катают В вот этих лигах А все Кто не в США Таких у нас двое Ой Тут опять у нас Тут умирает Ну Флайчик Худьба и Бэк Если на том Спасибо Вот Все Кто не В составе Точнее Не в США В составе Вилджиниус Это Аббет Который в Филиппинах Базируется И Рамзес Который базируется В России Они не могут Никаким образом Катать с командой Со своей У них слишком Высокий пинг будет Если они будут Пытаться в офисалке А буткемп Устроить невозможно Потому что Это просто запрещено Правилами страны На время пандемии И в США Учитывая уровень Заражаемости Который все никак Не спадает Остается одним Из худших в мире Он к сожалению Там скорее всего В последнюю очередь Буткемп будут организовывать Но они В Северной Америке Его организовывать нельзя Я думаю Что конечно Там можно Как-то считерить Канаду Там вот это вот все Но банально Те кто в США живет Они не смогут Выехать в Канаду По тем же самым причинам Так Умирает снова Сэммибой В этом нет ничего удивительного ДП У нее есть сыр И Аегис У бруды только А вот рефрешер Тоже себе ДП держит Так Что там Легионка купила кирасу Без байбека Мое самое любимое Давайте состояние байбеков Будем держать Теперь уже Чтобы наслаждаться Перманентно тем Что у кого-то Скоро в ЕГЭ Нет байбеков Но пока только Роя Отстает То есть темпларка Видим то что она Уже придерживает Хотя Вот просто скриньте Он сейчас возьмет Иглсонку купит Он такое любит Почему-то Но иглсонку Он очевидно Никаких преимуществ Не даст Перед байбеком А вот Полностью бабочка Или байбек Это он еще подумает Сто процентов Ну я бы тоже Наверное подумала И слушайте Получается что у нас Пережили время Аегиса Пока в принципе Успешно Иглджиниус И сейчас вопросы Немного Не такие острые Стоят перед ними Я думаю что Мангкс Форевер Может взять себе Что-нибудь В стиле сыра Тогда уж Наверное на слот Но нет Он хочет потаскать гем Но гем нужен Обязательно Потому что Нужно топларку Как-то убивать Его ник Означает Сон мечты Как романтично Давайте тогда Мы будем называть его Знаете Это получается Какой-то ник Имя из Варкрафта Третьего Давайте у нас Будет Артур Сон мечты Как что-то типа Тиранда Шелест Ветра Или как-то Мы ее звали Такого плана Такой он будет У нас Сон мечты Так Ну что там У нас битва Происходит Сейчас Видим то Что Роя Начинают Есть Роя Подержал Манкс Форевера В контроле Сколько смог Но у Бруды Еще очень Длительный Ультимейт Впереди Роя Сейчас еле Живой Пытается уйти У него Не получилось Это сделать Его просто Оушен Добил Судя по всему Смоледикта Манкс Форевер Попытается Загрызть Еще и Крита Погибает у нас Флай И у Роя Нету Вайбека Вот это самое Обидное Без Роя Будет очень трудно Против Фанкс Форевера Воевать А где все это Время-то был Наш Артур Сон мечты Бабаев Он был Где-то В спине Возможно Пыталась Какое-нибудь Слабое звено Найти Которое Можно просто Взять И вырубить Но у него Это не получилось Поэтому Он сделал ТП Прямо Под вардом И слава тебе Господи Что его не наказали Ну опять же Зумеры По-прежнему Могут взять И выиграть Легчайше Точно так же Это могут сделать И Вилджиниус Нужна только одна Удачная драка 5 на 5 И для той И для другой команды И они заходят У нас на хайграунд Наконец-таки Зумеры Решились это сделать Но учитывая то Что у нас Только одну сторону Снесли за все это время Сами Вилджиниус И то в крысу сделали Пока Рошана отдавали Так Артурка Живи 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 Ты опять без байбека Что-то купил Бабочку купил Но я знала Я так и знала Что он бабочку Без байбека купил Но я знала Ох Так И башня у нас падает Дальше Квит попытался ворваться Надо бы ему просто Поставить дримкоил Надо ему просто Поставить дримкоил И жить отсюда Оу Сайленс Хекс Все повесили на него Сразу же Но это неприятно Сторона падает Сторона падает И у ДП Все еще нормально Потому что у нее будет Второй ультимейт Сразу после этого Ее надо убивать Сейчас как-то пытаться Она будет жить вечно Она по-прежнему Начинает Кастовать второй Просьба ультимейт Да И тут уже ничего не сделаешь Но они дождались Рою И теперь Питером Нужно давать отпор Только сейчас Сейчас или никогда Артурка живи Артурка живи У тебя нету байбека Артурка живи У тебя нету байбека Нормально Есть Есть И мотивные Гунары Его должны забирать Сейчас под дуэльку Забрали Мангис Форевер Пока что ультует Живет Под БКБшкой Придается драться И он Рою хорошо так грызет И Роя не должен умирать У него Кираза Слишком важный Добавли команды Но Мангис Форевер Сейчас получает Хекс Это позволяет Немного дольше пожить Роя Но он все равно умирает Дальше у нас будет Бруда подваливаться У него минус 3 хп Но Артизе еще хуже приходится Его еще и захексили Еще сверху застанели И он чуть ли не стер С леса земли Еле живой Но ненадолго его не хватило Крид будет следующим Байбеков вообще нету Зато у Мангис Форевера Есть байбек И это кажется Конечное для Ивил Джениусус В этой серии Боже мой Ну тут слишком 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 решают байбеки Ребят Точно так же Как на первой карте На первой карте Точно так же Ивил Джениусус Могли выиграть Если бы у них были байбеки И здесь Отсутствие байбеков Сейчас С улитым потерей трона Габелла Обидно Я не знаю Рано или поздно Их жизнь научат Что лучше уж Байбек А не бабочка Да Зумера Выигрывают А это значит Что следующая серия У нас будет Здесь на этом канале Ивил Джениусус Против Тандер Предатор То есть Ивил Джениусус Прямо сейчас Будут катать серию И Крэйзи Против Бизнес Ассошиейт Будут катать завтра Не сегодня Завтра Неприятная новость Для меня на самом деле Ну ладно Что ж Будем смотреть две серии Значит и буду отдыхать Тогда получается Ребят Ну что ж Ивил Джениусус Сейчас будут играть Уже матч на вылет Стандер Предатор Конечно Очень хорошая команда Стандер Предатор Они очень хорошо себя показали В групповой стадии Прямо реально Людый респект им Молодцы Прямо из Южной Америки У нас еще там Стаг перуанцев А мне кажется Надежда вторая В Перу После Бесткост Собралась И они дадут бой Они явно дадут бой Ивил Джениусус Насколько серьезный Еще вопрос На самом деле Но бой будет Это однозначно Я вам обещаю Ну что ребят Но это все будет у нас Я сейчас скажу Через сколько Тут наверняка Какая-то пауза будет Пока не сказали Пишут что Клайент апдейт То есть сейчас У нас лобби хостится Но я думаю что как обычно То есть 20 минут максимум Перерыв И мы будем переходить На Next карту Ивил Джениусус Против команды Thunder Predator Ребят Далеко не расходитесь У нас будет Именно эта серия Сейчас я заглушечку вам Выставлю И мы будем ожидать А зумеры с Quinty Crew Встретятся у нас уже 28 числа Вот так что ребята Давайте До скорых встреч